Орск Причинам оно периодически приостанавливалось, пока стройку окончательно не заморозили. В течение двух лет на самом высоком уровне решался вопрос о продолжении замороженного из-за отсутствия финансирования строительства онкодиспансера, который должен расположиться на улице Ялтинская. И сегодня, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Уже в 2009 году будут выделены средства на столь важный как для Орска, так и для всей Оренбургской области социальный объект. Однако для начала нужен новый проект реконструкции. Причины ясны. Слишком много времени объект характеризовался как долгострой. Строительство онкодиспансера будет идти по линии софинансирования, то есть 50 на 50. Часть федерального бюджета, часть из областного бюджета. Сейчас ведется проект реконструкции этого сооружения. Почему? Потому что тот проект, который в 80-х годах начинал строительство, он уже устарел. Устарели, значит, и технологии оказания помощи именно онкобольным. На сегодняшний день на проектные работы выделено 20 миллионов рублей. 50 на 50. 10 миллионов дала область, еще 10 – городской бюджет. Модернизацией и обновлением проекта онкодцентра занимаются специалисты Орского института граждан-проект с приглашением субподрядных организаций. Есть там одни, как говорится, нюансы. Это проект реконструкции радиологического корпуса. В России на сегодняшний день всего две организации, которые имеют право лицензии на проектирование объектов с источниками организирующего излучения. После очередного рабочего совещания, посвященного ходу проектных работ, главой города организован оперативный контроль разработки проектной документации по строительству онкологического центра. Анастасия Волкова, Сергей Абрамов, Бюро ТВ-проектов для Орск.ру